МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 2013 года заммэра. Губернатор Колымы Сергей Носов поблагодарил Викторию Викторовну за подготовку программы «Столица» и вручил памятный подарок. Я хочу поблагодарить вас за ваше внимание, за вашу поддержку, за вашу помощь, за оценку моего труда. За 27 лет моей работы в муниципалитете мне удалось, и где-то даже посчастливилось, поработать со многими, кто сегодня присутствует в этом зале. Уважаемые коллеги, у вас впереди грандиозные планы, и я уверена, что они будут действительно достойно реализованы. С 4 по 7 мая дошкольные учреждения будут работать в обычном формате. Режим не меняется, однако трудиться будут дежурные группы. Всего их 110. Родителю не нужно предоставлять справку о том, что он работает. Каждая семья должна сама решить, будет ли ребенок посещать учреждение. Кроме того, из-за непростой эпид-обстановки утренники в мае в доу пройдут, но без участия родителей. Даже в больших дошкольных учреждениях они не будут вместе объединяться. Каждая группа пройдет свое мероприятие самостоятельно. Учреждение предоставит вам видеоотчет. В этом принципе, такое вот онлайн присутствие у вас будет во время этого утренника. И будет возможно ли даже переслать родственникам на материке, чтобы тоже бабушки, другие родственники поучаствовали в этом празднике. Также родители не смогут посетить детские утренники, поскольку на Колыме маленький процент вакцинированных, отмечают специалисты. Эксперты призывают магаданцев привиться, потому что многие летом уедут из Магадана и нужно подготовиться. В мэрии областного центра провели совещание по подготовке к родительскому дню. День памяти пройдет 11 мая. Мэрия организует транспорт, благодаря которому горожане смогут добраться к местам захоронений. Перевозка будет осуществляться с 9 утра до 8 вечера. Начальный пункт – соборная площадь, конечный – верхняя площадка кладбища. Нужно сделать так, чтобы магаданцы при посещении кладбища не испытывали никакого дискомфорта, утверждают сотрудники муниципалитета. Нам нужно сделать все для того, чтобы огромный поток людей не испытывал никакого дискомфорта. Проезд бесплатный. В автобусе все посетители должны будут находиться в масках и перчатках. Для безопасности магаданцев в этот день будет дежурить две машины ГУОИЧС и две машины скорой помощи. Сотрудников пожарной охраны ГУОИЧС по Магаданской области с их профессиональным праздником поздравил мэр Магадана. Глава города вручил благодарности сотрудникам за добросовестный труд и высокий профессионализм. Или может быть даже дом его можно построить, но человеческую жизнь вернуть невозможно. И вы делаете все для того, чтобы минимизировать потери в городе Магадане и в нашем государстве. Желаю вам, чтобы эти предстоящие праздники прошли для нас спокойно, чтобы пили чай, были в состоянии боевой готовности, и как можно меньше было вызовов по экстренным вопросам. Еще раз вас всех с праздником! Также глава города в своем обращении к ведомству поблагодарил сотрудников МЧС за ежедневный подвиг, совершаемый во имя благополучия земляков. Губернатор Колымы встретился с руководителями и главными редакторами региональных СМИ в Магаданском Кванториуме, где ответил на вопросы, волнующие общественность. Обсудить пришлось как и отпуска для детей области, так и репутацию вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Большое внимание было уделено вопросам программ, предоставляющих возможность самым юным жителям области отдыхать в детских лагерях. Сергей Носов еще раз подчеркнул, что представители власти должны создать равные условия для всех детей, которые отправляются на отдых. В планах обеспечить каждого ребенка не только возможностью побывать в лагере, но и оплатить перелет. Понятно, что объема не хватит на всех в один год. Но ситуация будет выглядеть так, что если ты в этом году съездил на море, в следующий год путевка будет в городской лагерь. Почему? Потому что очередь другого поехать. Помимо отпусков, обсудили судьбу юных спортсменов. Сергей Носов упомянул о том, что вскоре 46 футболистов и 4 тренера поедут на сборы в ЦСКА, а 12 представителей горнолыжного спорта отправятся тренироваться на Эльбрус. По словам губернатора, если ты в магаданской сборной, то тебе повезло. В Магадане состоялся диктант победы. Это всероссийская акция. Ее цель – привлечение широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны. Всего 25 заданий. Время на выполнение – 45 минут. В городе действовало несколько площадок. Одной из таких стал Северо-Восточный государственный университет. Поучаствовать мог любой магаданец бесплатно. В результате участники могут получить независимую оценку о знаниях, о событиях Великой Отечественной войны. Получить посредством проведения этого диктанта мы можем объективную информацию об уровне исторической грамотности российского общества с целью выработки конкретных мер по улучшению ситуации в данной сфере. Задания сформировали профессиональным сообществом, исходя из принципа компетентности и исторической грамотности. Участников, которые покажут наиболее высокий результат, поощрят. Об итогах магаданцы смогут узнать на сайте Диктант Победы. В годы Второй мировой войны с 1942 по 1945 между Фербанксом и Красноярском проходила авиатраса «Аляска-Сибирь». Одними из первых на территории Советского Союза для летчиков, перегонявших ленд-лизовские самолеты, были аэродромы из летнопосадочной полосы Магаданской области и в поселках Симчан и Берелех. Более 8 тысяч американских самолетов позволили сформировать 250 авиаполков. Были перевезены свыше 18 тысяч тонн различных грузов. Трасса использовалась и как международная пассажирская авиалиния. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Колымы открыли памятник летчикам-героям Алсиба. Мемориал посвящен подвигу личного состава первой перегонной краснознаменной авиадивизии воздушной трассы «Аляска-Сибирь». Идея монумента – увековечить память о советско-американской дружбе в те грозные годы. Поэтому в памятнике присутствуют фигуры двух летчиков. А если они летчики, значит крыло. Монумент создан на народные деньги. Средства были собраны через фонд социального партнерства города. Деньги пожертвовали российские и зарубежные граждане, частные лица, общественные организации и учреждения. Авторы памятника – народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук и заслуженный художник Российской Федерации Константин Кузьминых. В этом году наша страна вспоминает 80-летие начала Великой Отечественной войны. Для Соединенных Штатов Америки 1941 год тоже знаменателен. Ваши соотечественники вступили во Вторую мировую войну после нападения японцев на Перл-Харбор. Хроника той войны – это история сотрудничества двух наших держав – СССР и США, боевого братства и взаимопомощи. Значение вклада советских и американских пилотов в победу в Великой Отечественной войне – велико. По авиатрассе «Аляска-Сибирь» по ленд-лизу из США доставляли на фронт самолеты американского производства через Аляску, Магаданскую область, Чукотку. По воздушному мосту перемещались дипломаты, военные специалисты, послы СССР в США, в городе Фарбэнксе, откуда самолеты отправлялись на фронт, стоит памятник летчикам советскому и американскому. В прошлом году, в день 75-летия Великой Победы в Магадане, в знак героизма воинов, мы торжественно открыли у нас подобный мемориал. От всей души поздравляю вас с памятными датами. Желаю всем мира, согласия и здоровья. Редактор субтитров А.Семкин